Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность. По республике отмечается небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс один градус. Днем потеплеет до плюс девятнадцати. В горах небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до отметки плюс два. Днем воздух прогреется до плюс двенадцати градусов. В Черкесске солнечная погода. Днем воздух прогреется до плюс двадцати одного градуса. А ночью отмечается плюс семь. Наша сегодняшняя гостья пробует свои силы в разных ипостасях. Несмотря на свой юный возраст, она уже звезда детского киножурнала «Яролаж». Актриса юного художественного фильма. Чтец года и капитан самой молодой команды КВН Карачаева-Черкесии. Сейчас Лейла Хасанова студентка факультета журналистики. В каком направлении далее она хочет двигаться и чем занимается именно сейчас? В эти минуты в нашей студии Лейла расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Лейла. Доброе утро. Спасибо, что приехала сегодня к нам в гости. Вот я смотрю, ты такой взрослой девушкой уже стала. А я же помню тебя совсем маленькой, когда ты снималась в «Яролаже». Мы тогда с тобой встречались, с твоим братиком. Мы разговаривали, общались. Но вот теперь ты уже взрослая актриса. И поводом для нашей встречи стало то, что ты снялась в главной роли фильма, который снял наш земляк, известный сценарист, музыкант, режиссер Сырвани Мурдалов. Мне бы хотелось, премьера уже была, я знаю, мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о своей роли, о фильме в целом. Фильм повествуется о девочке, которой 17 лет, то есть обо мне. Меня там также зовут Лейла. Фильм писался под меня, как сказал Ширвани. В фильме затрагиваются такие жизненные темы, как отцовская строгость по отношению к дочери, то, что не разрешает общаться со своей мамой. Моя героиня это делает скрытно, причем несколько лет. Отец даже не догадывается. И вот его строгость в какой-то момент привела к тому, что девочка влюбляется и хочет выйти замуж. Он, естественно, это узнает, запрещает куда-либо выходить, ходить. Вот такие моменты. Но тебе было интересно быть актрисой? Конечно, там столько моментов. То есть я благодаря этому фильму покаталась на лошади в национальном платье. Пару раз чуть не упала, правда, но все было очень весело, очень нравится. Но, тем не менее, ты выбрала себе другую профессию, не актерскую. Вот ты моя коллега, ты журналист, учишься на журналиста. Ну, естественно, мы сказали о том, что ты актриса Ира Лаша, ты чтец, лучший чтец Карачаева Черкесии. Когда-то становилась капитан сборной команды молодежной Карачаева Черкесии. Что тебе из всего этого больше нравится? Больше всего мне нравится журналистика. Это именно то направление, где задействуются все мои отрасли. То есть актерское мастерство, оно неотъемлемая часть журналистики. И импровизация, чему научил меня КВН. И умение брать ситуацию под свои руки, под контроль, под свой контроль. Сейчас ты конкретно чем занимаешься? Ну, помимо того, что ты учишься. Занимаюсь я волонтерским движением, саморазвитием. Дети Победы? Да, да. Волонтеры Победы. Волонтеры Победы. На 9 мая готовимся, на 3 мая делали видеоролики, девочки должны опубликовать. Ну, больше саморазвитием, как журналистами научусь сама репортажи делать, там, правильные вопросы задавать, вот так, на своих ошибочках, с ошибочками. В общем, такое будущее вырисовывается, насколько я понимаю, связанное с журналистикой. Да, да, очень нравится, очень нравятся телеведущие, ведущие просто, вот, именно журналисты, корреспонденты. Такая профессия, как оператор, меня тоже очень интересует. Но больше, конечно, тележурналистика. Ну, я тебя поздравляю с тем, что ты исполнила главную роль, что ты попробовала себя и во взрослом фильме, не только в детских киножурналах. Спасибо. И, естественно, желаю тебе успехов в учебе и в дальнейшей работе. Удачи тебе. Спасибо, спасибо, что позвали, приятно было побеседовать. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит выпуск «Вестей на абазинском языке». Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Спасибо.